В этот день, 25 августа, родились. Первый русский царь Иван Кротный. Тяжелое детство наложило свой отпечаток несомненно талантливого наследника престола Ивана Васильевича. В три года он потерял отца. Чуть позже, при странных обстоятельствах, умерла его мать, первая красавица Москвы, прозорливая Елена Глинская. Видимо, ее отравили. Уже будучи взрослым, этот монарх рассказывал, как помыкали им, издевались бояре, представители богатых древних родов в его детстве. Потом многим из них он отомстит. Недаром историк Ключевский резюмировал, обстоятельства, среди которых протекало детство Ивана, рано испортили этот ум, дали ему неестественное болезненное развитие. Но были рядом с юношей и выдающиеся умы, и настоящая поддержка, и наставники. Была так называемая избранная рада, личный духовник Ивана, протопоп Сильвестр, что помогли слабе первой половине царствования. Именно они надоумили 17-летнего князя впервые пройти обряд венчания на царство. Видимо, не без их поддержки была взята Казань, Астрахань. На 1550-е годы пришла с пора расцвета царства Иоаннова. Однако с каждым годом власть проявляла все четче таланты и дурные наклонности монарха. Начались жестокие изощренные казни. Неудачная Ливонская война, которая только обострила сложности внутри страны. Ропот среди придворных царь Иоанн заглушал все той же жестокостью. Так появилась мрачная опричина. Так, за подозрение в измене, несколько дней опричная войска убивала жителей Новгорода. Историк XIX века побывал в современном ему Новгороде и отметил. В народе до сих пор осталось предание, что Иван Грозный запрудил убитыми новгородцами волгов. И с тех пор, как бы в память этого события, от обилия пролитой тогда человеческой крови, река никогда не замерзает около моста. Когда в Новгороде ставили памятник Тысячелетию Руси, нашлось на нем место многим современникам Ивана Грозного, тому же Продопопу Селевестру. Но самого царя, разорителя Новгорода, на памятник помещать не стали. Также 25 августа родились Николай Зинин, один из русских отцов органической химии. Писатель Павел Загребельный, автор исторических романов. В этот день, 25 августа 1604 года, Лжедмитрий I с отрядами наемников начал поход на Москву. 25 августа 1831 года состоялся штурм Варшавы Иваном Паскевичем. Это была кульминация восстания Польши. 25 августа 1833 года русская экспедиция Петра Пахтусова совершила исследование южного острова архипелага Новая Земля. Два крупных скалистых острова между Баренцевым и Карским морями. Новая Земля. В начале 19 века Академия наук начала активное исследование этих мест. Здесь несколько навигаций пробыли моряки капитана Литке. В 1832 году очередную сложную экспедицию с зимовкой организовали сюда на частные деньги. Купцы и ученые Архангельской желали понять, можно ли организовать регулярное сообщение по морю Сибири. Поход на обычном одномачтовом Карбасе возглавил опытный моряк Петр Пахтусов. В августе 1832 года его команда встала на зимовку на юге архипелага. А по весне они пустились оплывать остров с востока и через узкий пролив – Маточкин шар. Хотя полярники были хорошо подготовлены, их маленькая команда быстро стала редеть, начала свирепствовать цинга. Тем не менее, они подробно картографировали берега, методично вели научные наблюдения. Однажды нашли привет из далеких 1740-х годов – ветхая избушка и крест с надписью. Поставили сей животворящий крест на поклонение православным христианам зимовщики и 12 человек – кормщик Савва-Ф. Да, поморы активно осваивали эти острова еще в XVIII веке. Но Пахтусов стал, вероятно, первым, кто обошел весь Южный остров, картографировал его и вернулся. Уже дома он узнал, что другой корабль той же экспедиции «Енисей» просто пропал бесследно. 25 августа 1930 года полярная экспедиция на судне Георгий Седов открыла западные берега Северной Земли. 25 августа 1957 года в свой первый рейс отправилась ракета – советское судно на подводных крыльях. Этот необычный корабль – плод труда инженера Ростислава Алексеева, который еще студентом защищал диплом «Глиссер» на подводных крыльях. Судно, которое бы не столько плыло, сколько скользило по водной глазе. Не без труда Алексеев реализовал проект суперскоростного корабля и решил презентовать его самому генсеку Хрущеву прямо на Всемирном фестивале молодежи. План был удачным. Ракета неслась по Москве-реке с неслыханной скоростью, обгоняя все суда. На площадке стоял генеральный секретарь. Теперь будущее для таких судов было гарантировано. Таким был этот день 25 августа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!